Ну, не хочешь слышать о душе своей, это неправильно. Мы все умрём, а после смерти ад или рай. Кто верует во Христа, имеет жизнь вечную, а неверующие не увидят жизни. Но гнев Божий пребывает на нём. Ты разговариваешь, ты умеешь, нет? Ты расскажи, вот ещё написано здесь. Считал такую книгу? Считал. Сегодня какой праздник-то, знаешь? Благовещение Пресвятой Богородицы. Надо сходить в храм. Ты в храм ходил сегодня? Не ходил. А ты много потерял, дружок. Надо в храм ходить. Со священником познакомься. На исповедь сходи. А так засохнешь дома-то на подушке. Будешь подражать мужикам большим? Они голые лежат тут, срам один. Ты-то одетый? Ну-ка покажи повыше себя. Подними. О, какой ты молодец. У тебя воротник красивый. Хороший ты парень. Как тебя звать-то? Звать-то как тебя? Максим. Меня Максим. А меня Игнатий Лапкин. Я помолюсь, чтобы Господь помиловал Максима, дал добрый разум, послушание родителям, чтобы тебя никто не обижал. Согласен? Давай, расти для Бога. Будешь проповедником, миссионером. Во славу Божию. Перекрестись. Все пока на этом. До свидания, Максимушка. С Богом. Материя. Она не нужна вам. Никто за вами не гонится. Я вам многое расскажу из этой книги. Книги книг называется. Сбрось себя это. Пщучело-то огородное. Так что, не желаете разговаривать? Я многое могу вам рассказать о Боге, о вечности, о жизни, чтобы после смерти не оказаться в аду с сатаною. Значит, не нуждаетесь. Тогда я ухожу. Все, тогда все. Я мусульманин. Ну и что? Мусульманин тоже умирать будет. И на суд Божий также предстанет. Я бессмертен. А, бессмертный? Это, брат, обманываешь. Господь сказал, верующий в меня не умрет, но жив будет. Вот я вам сейчас покажу. И вы скажите, вы считали такое сокровище? Нет. Не считали, да? Нет. Не считали. А вот смотрите, я достаю другую книгу. Считай. Как называется? Коран. Вот эту читал. Считал. Давай, считай. Что написано? Я не знаю. Вот поэтому вас и называют чурками, что ничего не понимаете. Я русский, на части. Ну вот, смеются над вами. В чем вы тут собрались-то все? Голые мужики валяются. Разве это можно так? Разве Коран вам так позволяет делать? Как? Я спортсмен. Плохо слышал. Не пью, не пью. Что-то это замыкает. Поближу к этому, к микрофону. Я говорю, я спортсмен, не пью, не пью. Молодец, спортсмен. Ну, написано, телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно. Имея обетование жизни настоящей и будущей. Вот если вы хотите больше узнать, зарядите на наш канал. Во свете Библии называется. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Спасибо. Боитесь. Всего доброго. С Богом. Мы с вами встречались уже, нет? Что? Мы с вами не встречались раньше? Нет, нет. Нет. Вы знаете, что сегодня праздник? Да, знаю. Благовещение Пресвятой Богородицы. Это праздник, всем праздникам начало имеется в виду. Через 9 месяцев ровно будет Рождество. Да, конечно. Вот так. Может, какие-то у вас вопросы духовного содержания или по жизни хотите, постараюсь ответить вам. Слави Господи деток этих, помашь их миром твоим, сделай из них благовестников и проповедников, чтобы они слушались родителей в добром, по-божественному. Да. Ну все, пока, до свидания. До свидания. Дедушка, извини, я просто так шутку сказала, ну. Так, голова у тебя когда-то уползает вниз, и только одни глаза видать. Так, повыше еще маленько, чтобы видно было, как ты разговариваешь. Опять ушел вниз. Ты Евангелие-то считаешь, нет, Библию? А ты знаешь, что сегодня праздник большой в церкви? Да, я знаю. Да, благовещен. А ты в храме был? Да. В храме был, в храме, в церкви был? Да. Не был? Ну ладно, пока тогда, до свидания. Мы проповедуем Христа, распятого и воскресшего, чтобы люди жили по заповедям Божьим. Вот сегодня был большой праздник, вы знали про это? Да, да, помню какой-то там. Какой? Ну-ка, припомни. Ну, не вспомню, я сегодня православный, так. Но какой-то помню, что есть сегодня праздник. Сюда, ну, куда-нибудь. Ну, ладно, сильно не убивайтесь, я вам скажу. Благовещение Пресвятой Благовещение Господь. Благовещение Господь, да. А у вас есть такая в доме книга, вот такая вот? Да, да. В ней все ответы о том, что Христос умер за наши грехи и воскреснет, воскрес для нашего оправдания, и придет опять судить мир, и все воскреснут. Вот все пьют и едят. Интересно. То есть на время... Да не важно, что. Просто интересно мне. Я проповедник, мне приходилось проповедовать в большом собрании, чтобы у меня стоял стакан с водой, и я никогда не разрешал этого. Мне как-то стыдно это даже. Это внутри, значит, все время горит какой-то огонь блуда, его надо заливать и заливать. Вы не знаете, это психология показывает. Ну, при людях-то зачем? Я сейчас выключу, поел, пошел, пообедал, сел за стол. Нет, я просто у меня горло болит. Ну, ладно, вы не обижайтесь только. Я говорю вам, чтобы не оскоромиться перед народом. Если у вас есть духовные вопросы, какие-то по жизни, вы можете задать. Только без руганий. Ни одного слова ругательного, чтобы не было. Я без руганий нет. Ну, давайте. Ну, вот сейчас как-то так немножко подумался. Ну, главный вопрос такой, как спасти нашу душу, чтобы в аду не оказаться с сатаной, а быть с Богом в раю? Это вопрос очень важный. Целая вечность за этим стоит. Ну, вот мусульман. Нет, я для себя не оттуда. У мусульман, у мусульман, два миллиарда людей. И о спасении ни один не знает. Как это так? Ну, я, в принципе, позже, я чувствую, что, да, много нагрешил. Христос умер за нас. И сколько бы ты не нагрешил, ты расскайся слезно. Попросил Бога прощения, и он простит. Почему? Потому что этот грех уже отвечен. Христос умер за нас. Он умер за нас. Не просто его поймали и казнили. Он умер за грехи людей. И может прощать. Он наш заместитель. Я должен был на кресте висеть. А он взял мой грех и понес. И поэтому я молюсь, прошу прощения, и Бог прощает. И так сделайте и вы. Скажи, Господи, прости меня. И ходите в свою православную церковь. Познакомься со священником. Сходи на исповедь. Время-то уходит. Да, я, да, скажу, так. Я давно крестился. Только при крещении было на исповеди. Вот что, что. Тут пришли на эту рулетку. Тут кроме блуда ничего нет. Ну, понятно. Один разврат. И что мы им говорим о Боге. Рассказываем о муках вечных. Вы можете зарядить сейчас на наш, зайти, канал Ютуб. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Ютуб. Это наш канал. Там 14700 роликов. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Зарядите. Ну, это как-то так, знаете, уже не по православному, наверное. По православному ради каждого дня не тренировалось. Вы не нуждаетесь в том, что я вам предлагаю. Огромное достокровище. Вы не желаете этого иметь. Всего хорошего. До свидания. Тал-то так, миленький. Как тебе трудно дышать-то. Это надо же. Такое издевательство над человеком терпит. Вы как ни попробуйте развязать-то, а то умрете к утру. Ой, даже не знаю, что сказать надо. Мы говорим о Боге. Сочувствуем людям, которые раздетые. Как им тяжело. А я одет и сижу, мне тепло. Мы говорим о вечности, для чего человек живет. А эта рулетка – это блудное скопище. Мужики голые. Женщины показывают органы свои негодные. Зловоние женское охватило эту рулетку. Мужики в обморок падают. Плохо быть неверующим. Его обижают со всех сторон. Верующий, почему нет? А верующий. Сегодня праздник большой. Мы сходили в храм. Святое Благовещение. Деве Марии. Вот. Нас Господь любит. Он нам дает пищу прекрасную. И мы отсюда черпаем сокровища неоскудевающие. Главная книга мира. Прошлое, настоящее. Еще вот такой большой крест. Ну, крест – это напоминание. Он, может, ничего и не значит. Он только напоминает. Надо жить так, как жил тот, кто был распят на этом кресте. Господь говорит, 12 глава, 48 стих Евангелия от Яна. «Я не сужу вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас. Оно. Это главный мандат, с которым мы явимся. И поэтому надо определить себя, куда я иду, в рай или в ад. С Богом или с сатаной. В Царстве Небесном или гореть в огне огненном. Я думаю, это мне еще рано, но определять это себе, нет? А как вы знаете, рано или нет? Сколько людей, которые погибают в юном возрасте. Внезапно тромб оторвался, сейчас пишут писатели, все, и умер. Вот 3-го числа его не стало. А был только что сегодня, 56 лет разговаривал. Поехали в Монголию, сейчас сообщают, умер. Тромб оторвался, никто его не бил. А я прошел по пяти тюрьмам в лагерь смерти, считают, был. За слово Божие, ты живой остался, а уже мне 80 лет. Это Бог распоряжается. Вы зайдите на наш YouTube канал, огромный канал, называется «Во свете Библии». А, вы еще и Боги, да? 14 700 роликов там. Мы строим деревню православную. У нас миссионерская поездка была. У меня издано было 38 томов. Я решил подарить библиотеке мира. И мы проехали 120 тысяч километров. 650 городов. От Тихого океана до Атлантического. Скандинавия, Прибалтики. И везде дарили полный комплект книг, 38 томов. Для Бога. Книги, имеющие особое возрождающее действие. Наркоманов бросают пить, когда считают. Узники меняют свою жизнь. Сейчас мы тоже в прямом эфире. Мы в прямом эфире. Я сам блогер. Я хочу сам тоже. Вам будет интересно это будет посмотреть, как живут православные. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. YouTube. «Во свете Библии». Посмотрите. Смотрю. А если вам будет желательно вопросы задать, зайдите по скайпу. Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. На весь интернет. А если добавить их слово. «Во свете Библии» добавите слово «сайт». Не YouTube. Сайт. Зайдете на наш сайт. Там море информации. Там 50 книг моим голосом насчитанные. Библия в Ауде. Архипелаг ГУЛАГ. Златоуз. Жития. «Во свете Библии» это главное. Ну, конечно. С Богом легко жить. Если Бог не позволяет есть, не надо есть. Чтобы себя не надо грешить-то. Не надо. А тут сегодня один спрашивает. А вы свинью едите? Я говорю, я даже в ограду не запущу. Мы вообще мясо не... Вот брат пришел, мы мясо в рот не берем никакого. Мы обходимся этим, чтобы не дать повода осуждать. Вот у нас когда было там, я говорю, вокруг нас живут мусульмане, а вы свинину притаскиваете, чтобы в дом не заносили даже. И все прекратилось. Чтоб нас не упрекали мусульмане. Ну, у нас соседи, тут один держал свинья дома. А все соседи собрали, а ему сказали, вот так и так. Надо, не надо держать. Или ты будешь в другое село, туда будет жить, или свинья не будешь держать здесь. Понятно. Вот такое дело. Мы не начали... После этих, да, он же не держал. Вот так. У нас держат, но сами не едят. Просто на продажу идет. У русских по Иновому Завету не запрещено. Но это не полезно. Вот так скажем. Написано, всякое творение Божие хорошо, ничто не предосудительное. Есть христиане, которые китайцы, там другие нации, которые живут. Я знаю, в Эфиопах, в Каире. У нас тоже сейчас есть много чего, что Бог не хочет, вот они все делают. Да. Курит, курит, например. Свинина есть, пьет. У нас никто не пьет и никто не курит. И никто не матерится. Но это не везде. Это у нас только. У нас, где мы живем. Это мы так строго держим и так получается. А в других-то местах православные и курят, и пьют, и матерятся. Что-то у вас... Где-то что-то исчезло. Звук исчез. Ничего не слышно. Все. Ну ладно тогда. До свидания. С Богом. Храни вас Господь и приведи к полному покаянию во Христе Иисусе. Аллилуйя. Аминь.